Доброе утро. 26 среда, август еще пока. Седьмой час. Вот так выглядит эта вся большая стоянка, накопитель, который стоит 10 евро. Как видно, машин много, но здесь многие заезжают. Кто с Литвы выходит, ночует. Ой, кто на Литву заходит. Это дешевле отдать 10 евро, чем проснуться без топлива с условием того, что все заходят с полными баками. Ну мы стоим, барабаним, не глушим. Вариантов нет. Будем менять аккумулятор в Минске. Уже заказали все, там недалеко от дома. Дай Бог, границу быстро пройдем и поедем. Заменим аккумулятор. Там дома, там туда-сюда по быструхе час-два, и надо лететь на Москву. Есть желание завтра утром быть в Москве на таможне. Уже там поменяемся в Москве, уже на таможню Миша поедет. Ну а мы домой. Потому что вроде как на пятницу у него уже есть обратка. На 28-е. Не обратка, а загрузка. Чего, куда пока говорить не буду. Не загадывать, чтобы не сглазить. Сегодня, по идее, должны заявку подписать. Если подпишу, то потом расскажу. Вот. Интересно. Я-то уже час назад поднялся. Уже в пять поднялся. Начало шестого. Начало светать. Вот интересно. В Европе начало четвертого. Допустим, в той же Испании, там Германии, Франции. В это время еще темень теменью. Там светает только в седьмом часу по местному. Вот. Что сейчас тут? Пока чайок, тут сейчас кофеек. Туда-сюда. Это что? Нет, это так. Я думал, уже эта краска отлетает. Пойдем завтракать, собираться. Вже вещи поскладываем. На мой заскочить. Только все это дело выгрузить. И все. Нам осталось доработать до Москвы. Здесь какая-то другая стоянка. Еще дополнительная. Или что-то не пойму я тут. Огорожена. Дополнительно. Но не заасфальтирована. Дополнительно. И вот одна машинка вон стоит. Может, такая спецарестованная какая-нибудь. Для арестованных. Или еще для чего-нибудь. Может, кого на границе задерживают, сюда привозят. Фиг его знает. Ну вот, спецстаг какая-то вот еще. Специальная стоянка. Да, кормилица. Не глушу я тебя. Не даю отдохнуть. Ну что сделать. Делают сейчас потом. Вот люди спят. Делают сейчас потом. Искать. Вот бегать с проводами кого-то. Чтобы кто-то подъехал. Не. Форс-мажор получился. Все. Пора нам на границу. Сначала 9-го. Хватит тут уже. Тарахтит стоять. Погодка вроде ничего. Солнышко светит. Но прохладно. Утром было 9. Сейчас вот 12. Ну вот, я же говорил, вот эти белгрузы, что со мной рядом стояли, они это... Лзеться, они... С полными баками зашли. Я не знаю, чек тут надо показывать. Не надо по платье. Наверное, не надо. Добрая. Добрая. Делаю спрят. Добрая. Добрая. Да, да. Сейчас, сейчас. Найти надо сначала. Чек еще. До свидания. Я думал, у них... В компьютере там все есть. В компьютере там все есть. А у них нету. Чек показывает. Я уже спрятал его. В отчет вписал и спрятал. На следующем повороте поверните направо. Посмотрим, за сколько мы пройдем. По идее, должны быстро. Но это по идее. Так, регистратор можно пока выключить. На границе он нам не нужен. Ну, вот и граница. Тут будет как бы никого прямо на въезде. Видите? Гертека заехала и сразу же спрятал. Горит зеленый. Горит зеленый. Так, зимая маска. Маска здесь, все здесь. Просто горит зеленый. Значит, можно ехать. Я так мыслю. Дальше уже грузовикам горит красный. Горит зеленый. Значит, будем ждать приглашения. Когда нам загорится зеленый. Огромечение скорости решает его вести в час. 10 минут 9. Посмотрим, что у нас будет. Насколько все это дело затянется. Сразу зеленый загорелся. Ничего себе. Можно заезжать сразу. Да. Можно сразу ехать. Что ж, уже веселее. Я смотрю, у литовцев на оформлении вообще никого. Я грузовиков не вижу. Через 100 метров плавно поверните налево. Не знаю. Цирк какой-то. Плавно поверните налево. Здесь маленькие. Понятно. Крузовики вот здесь оформляются. Нет никого. Вообще на канале никого нет. Или проложить. Или проложить. Или проложить. Или проложить. Готовьте скипать в конечный пол. Готовьте скипать в конечный пол. через пятьсот пятьдесят метров движение, стоянка с работающим двигателем запрещена, но если я ее заглушу то будет беда ну че, пойдем пробовать оформляться пол первого здравствуй республика беларусь Гродненская область, Ашмянский район в общем то, ну сейчас расскажу не без приколов, но оформились так, все прибор у меня работает уже ничего мне тут оформлять не надо вот это у нас колейка мы когда сюда ехали нам повезло вообще не было колейки в каменном штрацию включить послушать, как народ ругается транспортники транспортники, не транспортники так ну че, в общем литовцев час времени потерял как раз попал на пересмен час а я от блюда брал с собой пять канистры ну а так как это ножи таскал небольшие она и две использовал только а три и назад везу можно было две влить ищу ну как бы думаю зачем пускай лежат мне хватит до нашей заправки от блюшной через сто метров пересеките дорогу сколько канистров я ему спокойно никогда никаких вопросов не было пихуй три вам будет штраф я говорю не понял за что ну нельзя можно только одну такой написан можно ввозить одну я говорю хорошо ты видишь что эти канистры даже не купленные там видишь они они канистры у меня уже там все такие погулявшие ну видно что они уже ездят в этом палетнике ни один рейс какая колейка короче ничего говорить не знаю если соглашаетесь 5 базовых а базовый у нас на счет 27 рублей по-моему сейчас ну так 135 рублей на ровном месте если не соглашаетесь будем протоколы и в суд и немножко подвинься если у тебя уазик то ты что думаешь фраер такой тут что ли ехать ого колея хорошая короче я говорю нет я не согласен все пишите протокол в суде я с фотографии сделаю ну покажу на суде что предъявлю что вот они мои канистры бэушные что это не куплено в Польше или там в Литве или там еще где-нибудь короче он куда-то побежал бегал бегал минут через двадцать наверное прибегает ну мы тут со старшим посовещались у вас не такое уж страшное серьезное нарушение если вы сейчас две зальете можете как якобы заезжать а я ему до этого говорил давай две залью если уж тебе так принципиально нет нельзя административное правонарушение пиши протокол то есть еще спросил у него в суд то явитесь юмошкин кода ну так как ли я то нифига себе как это я тогда так это еще небольшая это вот она сейчас но она уже заканчивается это еще небольшая колейка бывает тут все намного больше намного хуже короче пошел я залил эти две канистры отдал он мне документы видишь ты фраерок такой признавайте сейчас я первый раз сколько езжу первый раз слышу что какие-то претензии садблю когда назад едешь говорили предъявляли тем более видно что не куплено в европе в общем вот так все получилось колейка такая хорошая это не очень большая для каменного но хорошая сейчас мы едем на заправку 160 километров до минска едем на заказ на аккумулятор едем меняем аккумулятор там прямо недалеко возле дома там туда-сюда дома быстренько шмотки выкинуть все дела и дальше двигаем в сторону Москвы дома не задерживаемся завтра надо быть завтра надо чтобы машина была в Кольчукино на таможне завтра Миша в Москву приезжает меняемся дальше Арбайтон мы домой отдыхать вот такой у нас план действий на ближайшее будущее сейчас два часа до дома ну заехать только надо заправиться два часа до дома сейчас пол первого пускай в три дома там пока аккумуляторы пока туда-сюда хотя бы часов 7-8 сегодня с Минска выехать 7-8 нельзя хотя бы до Красной Горки сегодня доехать ну и что надо белорусским транспортникам давно не останавливали и вы так пугаетесь и вы так испугались здрасьте и вы так испугались здрасьте добрый день здрасьте не знаю какие то тут присылали какие то есть что тут хрена вот так распечатку вы сегодня давайте распечатку у нас в в в в вообще они по моему по законодательству даже они не нужны да что у него не похож нет на чужом смешный дядька такой на своем чипе говорит едешь нет блин на чужом на своем чипе красавчик диагностические карты что-то спросили первый раз надо им их показывать не надо раз есть чтоб не показать то зачем лезть на рожон лишний раз показал поехал ой ну это знаете ли чего вот это все вот это вот распечатку он брал смотри ставил ледом на молотки вот сейчас границу куда проходить вообще стояла везде кроватка было бы наказание а у меня как бы машина все равно молотила я автоматом молотки оставлял поэтому никаких претензий так что вот так бывает иногда и беларуса даже останавливают ладно погнали на газпром заправляться так денежки динь-динь-динь бюджет вот ездишь любо-дорого смотреть по сторонам я не когда людям бегать работать приходится вот 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 кукуруза еще не за кукурузу еще не взялись но кукурузу еще рано понятно еще не время это это еще гродненская область скоро начнется скоро уже начнется минская позвонили что там когда приедете за аккумуляторами и рука еду еду я сказали что там они замеряют все еще тогда говорил что надо менять оба по одному это ерунда если уже один накрылся то соответственно и накрывается и второй хорошо хоть не жарко у нас сейчас вообще комфортно 19 градусов погодка шепчет одолжи и выпей что-то он такое везет интересно что не габаритная тащит знаки 90 грузовикам 70 все будешь ехать свыше 80 все и сработает этот вот одноглазый джо который стоит так успеем успеем наверное успеем а 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 здравствуй минск так давно не виделись шанс дом милый дом а чё никто не едет 80 знак ребят и мы едем 60 то ждём а а на сома не знает куда это мурав 4 надо а а нет детский велосипед за рулем блондинка ничего не имею против елки-палки уже пугать начинает так наш этот аккумуляторный как раз там недалеко возле дома на другом конце как все нам по пути вот объясните мне до чего здесь поворот она включила правый я на припарковаться хочет ехала ехала включила правый поворот я так и не понял ее маневра этот опасный раф-4 честное слово здравствуй минск до свидания задерживаться некогда 20 минут седьмого покидаем и пока старец у нашей родины внимание на на фигуре припас кроме тропы нам спасибо до свидания надо я уже говорил повторюсь завтра утром быть вас киев завтра на 7 вечера у меня уже бусик забронирован назад ехать домой там тоже так все просто напрямую через на минске заедешь через могилёв но и два это мелочи вот завтра надо в кольчуге на утром до обеда над кольчугином на таможню загнать что в машину завтра груз растаможен то вряд ли получится пятницу с утра разгрузится и вот у нас миши на пятницу загрузка поедет на сибирь если ничего не сорвется поедет в сибирь на восток вот поэтому сейчас дома некогда задерживаться надо поработать если все нормально как запланировано то послезавтра с утра до обеда мы уже сюда вернемся а пока а про аккумуляторы везу аккумулятор замкнула банка но не в старом а в новом тот который 3 месяца назад меняли сканерский аккумулятор новый он даже еще запылиться толком не смог еще одна банка в ноль то есть вообще вот вам и навье сканерское сканер ставили в Питере шушарок ну поставили поставили сразу скажу говнецо ну как говнецо какой-то польский я уже если честно даже название забыл поскалили с каким расчетом ну этот-то забрали сканер сказал или аккумулятор или денежки я не знаю там уже шеф будет разбираться или деньги вернуты или аккумулятор новый вот наш который вот у нас уже там полтора года ему сказали сам по себе аккумулятор хороший но электролит уже как этот до зимы вот там что-то то ли бурый стал то ли коричневый в общем уже не светлый поэтому как быть до зимы а про этот аккумулятор сказали так ничего себе наш эту среднюю полосу разворотили два года гарантии я не помню название потом может быть и забуду скажу может отработать месяц может до зимы может до лета может полтора года может два года ничего сказать не может ну покупать хороший а этот нехороший короче мы решили так вот эти два наш который там уже полтора года ему и этот вот когда они придут в негодность тогда уже не знаю а какие брать хорошие сейчас аккумуляторы сейчас не знаешь что покупать сейчас можешь купить дешевку и на этой дешевке можешь ездить два-три года вон кореш у меня Димка говорит Тафовский вот Тафовский родной шесть лет говорит отходили шесть лет представьте они постоянно бомбят туда Улан-Удэя Иркутск зимой и летом одним цветом одна дорога у них практически то есть либо жара либо мороза без проблем говорит шесть лет от работы вот они новую Вольву то взяли и уже аккумуляторы поменяли мы уже получается полгода новый аккумулятор полгода они просто у нас замерзли когда я зимой в Иркутске менял вот который из Иркутска вот один еще живой у которого вот электролит второй уже вот три месяца три назад Миша менял вот поставили новый что с этим новым через три месяца ему конец сейчас наверное все так делаю сейчас наверное ничего не делаю чтобы было надежно вот такое ощущение начинает складываться даже эти же машины эти Скани и Вольвы сейчас все делаю чтобы ломалось вот честное слово и легковые все одинаково лишь бы сделать ладно так просто захотелось высказаться по этому поводу поэтому вот я везу в полетники извините нам звонят за rum Продолжение следует...